Всем привет! И сегодня у нас с вами будет распаковка и организация моего нового биндера с кейпоп-картами IT, Stray Kids и также будет чуть-чуть карт Victim. Надеюсь, что данный ролик вам понравится, не забудьте поставить ему палец вверх и также подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны, и желаю всем приятного просмотра. Также напоминаю, что у меня есть телеграм-канал, не забудьте на него подписаться, я буду вам за это очень благодарна, будем там с вами кейпоп-мальчиков обсуждать, а может быть не только мальчиков, поэтому да, обязательно присоединяйтесь, будет интересно. Я долго думала перед началом этого ролика, как небольшую такую предысторию снять, как объяснить, почему вдруг у меня теперь будет один биндер для всех групп, потому что кто давно подписан на мой канал, то знает, что у меня два биндера для карты TIS, для участников карты TIS и два биндера для Stray Kids, и тут вдруг я говорю, что будем распаковывать с вами новый биндер, который будет один для всех. И почему так получилось? Где мои биндеры? Что я с ними сделала? Где вся моя коллекция карт? С моей коллекцией карт все в порядке, не переживайте, она на месте, она осталась на моей прошлой квартире, в другом городе, где я живу. Мне пришлось вынужденно переехать на, как оказалось, достаточно большой срок, я не рассчитывала, что мне на так долго придется уехать из моего города. На той моей квартире остались все мои биндеры, остался весь мой мерч, вся моя коллекция альбомов и тому подобное, весь мой прекрасный стеллаж с накопленным имуществом. Я не рассчитывала, как я уже сказала, что мне придется на так долго уехать, поэтому я взяла с собой маленький биндер-бубку. Вот маленький биндер-бубку я с собой взяла, он на кольцах, но он на две ячейки, и как вы можете заметить, он уже полностью заполнился. Да, я не рассчитывала, что я, во-первых, на грибу так много мерча, во-вторых, что мне приедет так много мерча и карт, и, соответственно, биндер кончился. Тут осталось только три листочка, и мне пришлось покупать другой, новый биндер. Я решила купить полноценный, нормальный, большой биндер. Не мучиться, не размениваться больше на такие маленькие биндеры, потому что все равно за то время, что я буду тут жить, мне его не хватит опять, если я куплю какой-нибудь примерно такой же. Я купила нормальный, полноценный, большой биндер, который мы сегодня с вами будем распаковывать, вот это все в него, соответственно, организовывать. Данный биндер я заказывала с Алиэкспресса, я не стала там брать его с Джума, с Валбелиса, с Азона, потому что я посчитала на всех площадках сумму конечную, которую мне нужно было заплатить за то количество листов, плюс сам биндер, папка. Самая дешевая конечная сумма выходила на Алиэкспрессе, поэтому я там и заказала. А последнее время, когда я смотрела биндеры, сами папки биндеры на Азоне, либо на Вайлберис, там только один биндер стали продавать по 800-900 рублей, кто-то даже 1300 загнул, а у меня тут весь заказ на Алиэкспресса вышел. Поэтому да, я решила заказать на Алиэкспрессе все ссылки на данный биндер, на данные листы, я оставлю внизу в описании под видео. Если вам вдруг что-то понравилось, то заглядывайте туда, там все будет. Ну и да, давайте его уже наконец распечатаем. Мне он пришел немножечко рваненький, то есть тут была дырка, но я ее еще немножко расколупала, но сам биндер не открывала без вас. Да, поэтому, к счастью, он был еще в пакете, то есть объединили несколько заказов, и мой биндер там по дороге не вывлился. О боже, боже, какой он прикольный, слушайте. Я всегда хотела такой биндер, тоже с этим связана такая небольшая история, в кей-поп и в коллекционирование я пришла примерно два года назад. Я думала на тот момент, что самые классные, самые популярные биндеры, по крайней мере, я у многих видела их, это биндеры с кнопочкой, как, соответственно, предыдущие мои четыре биндера, и стала покупать такие вот биндеры с кнопочкой. И как раз примерно в этот период популярность стали набирать, и как бы на пике популярности стали вот эти биндеры, а я уже как бы начала покупать биндеры с кнопочками. Мне не хотелось просто, чтобы у меня был один такой, другой такой, третий такой, мне хотелось, чтобы они у меня все были примерно одинаковые. И в итоге теперь все мои биндеры с кнопками, но такой я хотела как бы всегда, в случае подвернулся, когда я могу себе купить и позволить вот этот биндер, чтобы он, так скажем, с чистого листа у меня начался, вот просто биндер вот для такого периода времени. Ну что ж, вот такой вот у меня биндер, и к нему мне тоже положили листы. Дело в том, что я думала, что биндер идет без листов, просто папка, и сама еще докупила тьму тьмущую листов. Да, у меня тут еще дополнительно пять пачек листов, и плюс один мне дали, не знаю, в подарок. Все бликуют, все отсвечивают, здесь очень темно не было. И поэтому листов у меня теперь дофигища, мне еще с Wildbase листы едут, еще одна пачка листов едет просто с Алиэкспресса, поэтому да, листов у меня слишком много. А по итогу, по итогу, мини-спойлер, надо было брать листы на одну ячейку. Я, как всегда, набрала листов, не тех, которых надо. Ну ладно, давайте, давайте будем приступать к организации. Так, распаковываем биндер. Вот такая вот прелесть у нас тут. Наверное, я уберу листы из кадра, потому что они очень бликуют, и из-за них все очень темное. Господи боже, там такая собачка микроскопическая бежит. Ладно. Сейчас я их добавлю в сам биндер, и, соответственно, из кадра уберу вот этот вот полиэтилен, потому что очень темно из-за него. Добавила все три пачки листов. Надеюсь, что сейчас не очень темно. Ладно, расположим это как-нибудь вот так. Так, тут у меня всякие разные вложения. Надеюсь, что они не упадут у меня со стола. Ну да, я добавила все три пачки листов. Теперь он такой вот супер пухлый, он классно лежит, прямо открывается. Обложка у меня не топорщится. Единственное, что вот тут вот есть небольшие такие заломы, но ладно, это мелочи. У меня есть окошечко для карты, куда можно вставить какую-нибудь карту. Я уже подготовила карту, которую хочу поместить. Видите, у меня тут вот такой вот феликс, и я его запихала в протектор с сердечками. Очень миленько по мне это смотрится. Так, ну давай запихивайся теперь как-нибудь. Да, с другой стороны у меня уже такой более серьезный феликс. Ну, что я могу вам сказать из-за протектора? Его вообще не видно. Эта карта и так она не очень яркая. Ну, давайте вот так пусть будет, да? В принципе, ничего. Давайте начнем нашу организацию. Поскольку у меня больше всего карт ATIS, чем стрейки на настоящий момент, я, наверное, начну то, что вначале у меня будут карты ATIS. Ну, ладно, давайте сначала так достанем их. Все за раз вытаскивать я их не буду по мере поступления. И для начала у меня тут будут идти карты Эры Фивер. Первый у нас по старшинству идет Санха. Листы, кстати, очень прикольные, достаточно плотные, прозрачные и двухсторонние. Единственное, что заломы на них будут образовываться как проклятые. Вот я уже попробовала запихнуть сюда карту. На листе уже три залома. То есть плотные, да не сильно. Поэтому я не буду, наверное, помещать никаких дополнительных бумажек о том, какие у меня тут будут дальше карты располагаться, которые я жду, так как, чтобы лишний раз эти листы не травмировать. Так, ну какова красота-то уже, да? Ой, мне очень нравится. Дальше у нас идет Эра Третьего Фивера. У меня на нее достаточно много карт. Я есть перед заказки к Третьему Фиверу. Давайте для начала на странице разместим, наверное, предзаказки. Это Мейкстар у меня. Дальше у меня есть вот такой вот Чун Хо. Это тоже Мейкстар. И вот такой Сан. Это Вандервол. Ну, пускай будет вот так. Просто листочек такой с предзаказками к Третьему Фиверу. Дальше, соответственно, у меня тут карты к Третьему Фиверу. Просто уже альбомки. Они у меня в основном, как бы, в моем биндере по ЭТИС. У меня там разложено... Ой. У меня там разложено по версиям альбома. Но тут у меня все будет в перемешку. Просто положу участников по старшинству, наверное. Как вы можете заметить, повторки я все продала. ЭТИС я вообще супербыстро продала. Дальше ее Сан и Саны у меня. Но я хочу, чтобы у меня две карты Сана вместе были. Поэтому разместим их вместе. Вот так. И дальше у меня еще два ребенка таких осталось. Из версии Эй вроде бы. Но я ее называю версией Дежавю. И тоже из Дейли версии. Ну, давайте просто их тогда одних на страничку поместим. Хорошо. Пускай будет вот так тогда. Ну, получается уже очень симпатично. Слушайте, мне прям нравится. Так, дальше у нас начинается эра Эпилог. И у меня тут есть карты Чунхо. И в принципе больше у меня... А, ну вот такая карта Чунхо. Но это не официалка. Ладно, я с официальной картой размещу. Я тут, значит, вот такого Чунхо из Эпилога. Будет такая страничка Чунхо. Так. Ну что, достаточно неплохо. Пускай будет так. Надеюсь, что все у меня видно, что все в кадре. Дальше, дальше, дальше. Карты к Эпилогу у меня дальше больше нету. У меня есть такие вот две карты из фотобука. И такие вот еще две предзаказки. Я не знаю. Не знаю даже. Не помню точнее, к чему они. Вроде бы они тоже к третьему фиверу. Нет, да. А не к третьему... Нет, да. А не к третьему фиверу. Я смотрю по прическе Сана. Но вот сюда мне как-то их запихивать не очень хочется. Хотя, может быть, это было бы логичнее. А куда эти тогда деть? В общем, хрен с ним. Просто размещу их тогда на странице. Сначала вот этих вот двух молодых людей. А потом вот этих вот молодых людей к фотобуку. Потому что фотобук у нас шел перед камбэком в Гориллы, так скажем. Поэтому дальше у меня будет уже камбэк с альбомом The World. И фотобук от юности был перед ним. Поэтому вот тут вот как раз самое место им. И дальше у меня начинается эра The World. И у меня тоже уже достаточно карт я насобирала к нему. В общем, для начала размещу предзаказные карты. У меня их только три. К сожалению, наверное, будет пустое окошечко одно. Но, может быть, когда-нибудь что-нибудь я и помещу в него. Так, хорошо. Дальше. Дальше, наверное, я буду располагать альбомные карты. И под конец уже ID-карты. Альбомки я тоже уже некоторые прикупила. Но приедут они черт знает когда. Поэтому рано на них рассчитывать нечего. Окошки под них сейчас оставлять бесполезно. Когда приедут спустя 100 месяцев, тогда уже и сориентируюсь, как их расположить. Дальше будет у меня синенькая версия альбома. Так, и под конец желтая версия альбома. Так, хорошо. Вот так. И все равно тут я оставлю две ячейки пустые. Когда-нибудь тут предбудут карты в любом случае. Поэтому ничего страшного. Пускай так остаются. Дальше ID-карты. Тут у меня есть оранжевый Хон и Сан. Желтый я уже маленько подкупила. И синий я тоже маленько подкупила. Давайте разместим оранжевый сначала. Вот так. Оставлю ячейки, потому что тут тоже будут карты. Дальше будут синие рамки. Рамки я по привычке. Синие ID. И сюда мне тоже уже некоторые ID-шки приехали. Ну, либо в пути, по крайней мере. Так. И желтые. Следующие у меня будут. Сначала Сан. Дальше Минги. И последний будет Уйом. Дальше у меня идут карты из Гритинга. У меня их все восемь. И также я уже купила второго вида сет. Как я говорила вам в распаковке Гритинга, что я в любом случае очень хочу сет с новогодней вечеринкой. С вечеринкой в честь выпускного. Вот я его себе уже и приобрела. И следующие четыре мальчика. Все. Карты из Гритинга тоже разместили. Я не стала размещать их вот так вот, чтобы они были все на одной странице. Потому что у них очень красивый задник. И я не хочу этот задник закрывать. Мне нужно будет расположить крупные всякие вложения с ID. Тут в основном только открытки. Листочки на одну ячейку. Потому что вот так вот они, к сожалению, не поместятся. И у меня есть все восемь открыток из Гритинга. Вот они. И также у меня есть фотосет. Соответственно, к чему? К концерту, короче. К мировому туру. И для начала я, наверное, добавлю открытки из мирового тура сюда. На них мне нужно четыре листочка. Еще есть вот такая какая-то бумажка. Я не знаю, зачем она нужна. Просто задник. Фотосет из мирового тура. Это просто такие вот фотографии. Тут как бы есть одна вот такая бумажка-открытка. Но я не знаю, зачем она мне могла бы быть нужна. Поэтому просто разместим вот эти вот фотографии. Я стараюсь вот так в этот уголок помещать все. Хорошо. Вот этот листочек я никуда, наверное, девать не буду. Пусть он просто лежит, как лежит у меня. И теперь открытки из Гритинга. Но поскольку у меня не так много сейчас листов, я подумала, что я, наверное, их пока не буду вставлять в биндер. Когда я дозакажу листы в какой-нибудь следующей организации, мы пристроим их, а они пока пусть полежат в Гритинге. И ничего с ними не случится. Но у меня есть вот такая вот еще открыточка Чон Хо с очень классным пожеланием. Вот ее, наверное, я помещу в листочек. И помещу, соответственно, в биндер. Пускай она лучше у меня будет в биндере. Вот. И будет у меня тоже такой вот разворотик с Чон Хо. Дальше переходим к организации карт Страйкитс. И тут уже совсем все непросто и все некрасиво будет. Потому что с картами Страйкитс это вообще какой-то полнейший бред. Так как очень много карт у меня были куплены, соответственно, ранее. А сюда приехали карты, которые были куплены к ним, не знаю, в комплект, на лист. Ну, например, у меня куплены все три карты моих бесов. Чан, Сэн Мин и Чо Нин. Сюда мне приехал только Чан, поэтому сейчас как-то надо его приткнуть одного на страницу. Ну и так со многими, соответственно, картами. Просто какие-то рандомные непонятные карты, не имея никакой системы. Но система есть, просто все остальные карты, которым они были куплены, находятся в другом месте. Ладно, сейчас попробуем с этим что-то сделать. Так, у меня есть вот такой вот хлебушек тут. И я даже не знаю, это из Инлайфа. Что у меня еще куплено из Инлайфа, я забыла. Но, по-моему, что-то я покупала. И Чан, я не знаю, как это все располагать, чтобы это было красиво. Вот такой вот Чан, у меня есть и к нему второй Чан, мне уже приехал. Надо только а-ля распаковку снять. И еще две карты Чанина из серии Маньяк. Это вот из Виктори. А есть еще какие-то предзаказки к Туру Маньяк, по-моему. И я их хочу вместе разместить на странице. Но, да, это тоже было сто лет назад куплено. Ладно. Поместим, пока это вот так вот будет супер бредово. Ну, ладно. Мне не нравится. Хорошо, оставляем. Дальше у меня тут такой вот Чунин из Нацифика. У меня из этой серии куплен еще Феликс. Поэтому просто оставлю его вот так, одного на странице. Потому что к нему приедет Феликс. А сюда приедут еще карты из Нацифика. И ладно, пускай он будет тут один такой несчастный. Дальше. У меня тут вот такая вот толпа карт из Максидента. И вначале я хочу разместить карты Чана. И оставить под карты Чана место. Так как у меня, в принципе, куплен весь сет Чана. И предзаказка к нему тоже будет таким хорошим, хорошей идеей по размещению на странице. Тут оставлю место для двух других его карт. Дальше у меня карты Феликса и карты Чунина. Но Чунин у меня куплен весь. Для него надо, наверное, свою страницу оставлять. Феликс у меня никакой не куплен. Так, поэтому сначала Феликс. Я пока размещу так, как у меня карты есть. И так, как это будет плюс-минус красиво. А дальше уже сориентируюсь. Давайте-ка, знаете что? Разместим вот тут вот Чунина. Потому что, в принципе, у меня они одинаковых концептов. То есть, у меня предзаказки от одного магазина и выпавшие карты тоже одного концепта. А перед этим я помещу страничку с другими вот этих вот трех молодых людей разместим. Да. Или нет. Ну-ка, посмотрим. Ну, знаете, давайте вот так вот оставим. Тут, в принципе, все укомплектовано. Тут, в принципе, тоже пускай будет. Дальше переходим к полароидам и карта из Джевел Кейса. О, Господи, я забыла еще про вот этих вот двух молодых людей. Я чуть было не забыла, что у меня есть еще две вот такие вот карты. Куда их пристроить? Так, тут место будет занято. Новую страницу я не хочу для них заводить. Потому что они вообще какие-то отчепенцы. Когда к ним прилетят их дубли, а они как бы уже в пути, ну, не дубли, а, соответственно, вторые карты серии, то тогда уже куда-нибудь я их в другое место переселю, решу. А пока давайте вот с этим вот дальше совсем разбираться. У меня тут, соответственно, две карты из Джевела. Чуннин и Джессон. Помещу их просто вот так вот. Потому что у меня куплено еще три Джевела. А когда они приедут, черт его знает. Даже за доставку еще ничего не брали. И карты дальше. Ну, не карты, а вот эти вот полароидики. У меня уже в пути еще два пола, или сколько-то там еще. Их можно размещать на один лист. Я их планирую собрать всех. В принципе, я их уже практически всех собрала. Мне остался полностью сет пола плюс открытка Сенмина. И также мне остался открытка Хёнжина. Все, все остальных я купила. Так, ну что ж, и с картами стрейкетс все. Остается у меня вот такое вложение и вот такое вложение. Нужно их тоже сейчас будет пристроить. У меня есть листы для фокатов, для фотопленок. Но смотрите, какие они мутные. Ну, то есть, вот, например, сравнение. Я не знаю, видно это или нет. Тут мне полностью руку видно, а тут рука прям мутная. Ну, на камере не знаю, как это видно. Но вот в жизни это хорошо видно. У меня, к сожалению, нет никаких пакетиков для фокатов. Я его просто вот так вот помещу. И помещу это сюда. Да, прям отличаются листы. Они как будто бы, не знаю, пыльные. Они как лунный камень отсвечивают. Они какие-то с заломами. Все, вот, спрашивается. Я брала все от одного продавца. Почему так? Конечно, приятного мало. Все бралось у одного продавца. И вот все листы остальные отличного качества. А этот как ерунда какая-то. Ладно, фиг с ним. Вот так вот это будет располагаться. И дальше у меня еще есть вот такой вот лисеночек. Его надо поместить в ячейку. Он сюда не поместится? Нет, он сюда не поместится. Его надо поместить в ячейку на две. Вот, смотрите, а ячейка на две просто идеальная. Абсолютно прозрачная, не пыльная. Давайте еще раз с этой сравним. С грязючной. Ну вот, как бы. Это, видите, какая мутная. Это прям идеальное, как стекло. Ну, почему все так? Я не понимаю. Ладно. Разместим. Что, Нина? А, аааа. Хорошо. Так. Ну и вот сюда вот его тоже вкрячу. Так. Что у меня? Почему-то он торчит. Блин, если бы вот так вот ячейки были, это было бы удобнее. А так он как-то вываливается оттуда. Ладно. Хорошо. Из стройкиц у меня, в принципе, остались еще какие-то вот такие вот вложения. У меня три открыточки, которые любовные письма. Вот такая вот гармошка Чанбина. И гармошка-юнитка из кейса. А листочков у меня осталось четыре. Ну ладно, сейчас как-нибудь их перестроим. Размещу сюда тогда гармошку Чанбина. Так, а с другой стороны юнитную гармошку. Так. И в оставшихся вот этих вот двух листочках помещу любовные письма. Дальше Минхо. И на следующий Джессон. И все. На одну чейку у меня листы кончились. Нужно снова заказывать, потому что ЭТИС еще не разместили. Мне еще там какие-то гармошки, какая-то ерунда, какое-то вложение едет. Накупила тут себе всякого. Размещать их уже некуда. Придется опять в конвертиках складировать. Что у меня осталось? У меня осталась вот такая вот открыточка. Из Виктон. Я ее, наверное, размещу сюда же. Вот она сюда поместится. Да, она сюда идеально поместилась. Пускай тут будет. У меня сан еще остался. Как я его проглядела-то. Сан-то чего? Куда мне теперь тебя пристраивать? Караул. А я-то думала, все так хорошо начиналось. Да, анархист получается. Идеть-то тебе некуда. Я не знаю. Я сейчас подумаю за кадром. Так, ладно. Сан-то я просто поместила вот сюда. Пускай он тут сидит, раз он спрятался ото всех. И у меня есть еще 4 карты из Виктон. Я их просто сейчас помещу на одну страничку. Они очень хорошо займут это место. Так. Начну, наверное, с карт Сан-Шика. Дальше карта Чана. И карта Бен Чана. Все отлично. Очень симпатично смотрится. Я нашла вот такую вот карту Феликса у меня. И мне кажется, она тут как-то поярче смотрится. И она тут более заметна, чем карта прошлая фиолетовая, которая у меня была. Ну, а она тут более как-то вот под этим окошечком выглядит бледной. Потому что она сама по себе не очень яркая. Поэтому, ладно, пускай тут будет вот такой Феликс. Потому что я бы сейчас в последнее время стала тоже собирать. Давайте посмотрим, что у нас с вами получилось. Уже получилось а-ля полбиндера заполнено. И листов тут у меня как бы... Ну, ладно, листов еще нормально, еще хватит. Но давайте в любом случае посмотрим, что за биндер такой у нас с вами получился. Все отсвечивает, ни черта не видно. Надеюсь, что... Нет, все отсвечивает. Скотч, как всегда, не подвел. На нем все держится, не сползает. И все видно. Давайте смотреть, что у нас тут получилось. Вот так вот. Ну, и все, соответственно. Вот такой вот у нас с вами биндер получился. Такая вот организация. В принципе, тут уже достаточно прилично так карт. И весит это тоже солидно. Я даже не думала, что он уже будет таким как бы увесистым после этой организации. Но, да, соответственно, получился прям-таки настоящий полноценный биндер с картами. И уже еще одна коллекция. Несмотря на то, что у меня дома лежат еще 4 биндера. Я очень довольна. И биндером этим я тоже безумно довольна. Он очень красивый, очень качественный. Мне подвели, конечно, вот эти вот несчастные листы для фокатов. Но, в принципе, они мне понадобятся только вот для этого фоката. И фокатов, которые будут из гильтинга Рикитс за 2023 год. В остальном, как бы, ладно, фиг с ними, с фокатами. Основные листы, как бы, достаточно качественные. Хотя заломы на них и образуются. Но я буду стараться пользоваться ими как можно аккуратнее. В целом, я очень довольна. Биндер очень классный и красивый. И как у меня все получилось, я тоже довольна. Я очень-очень рада, что теперь у меня тоже есть такой классный биндер. Ну что ж, друзья, вот такая вот организация биндера с картами Стрекитс и Тис и Виктон у нас с вами получилось. Надеюсь, что вы хорошо провели время за просмотром этого видео. И что вам все понравилось. Не забудьте также поставить палец вверх этому видео, написать какой-нибудь комментарий и подписаться на мой канал, если вы еще не подписаны. А также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Спасибо вам большое, что провели это время со мной. Надеюсь, что видео вам понравилось. Всего вам хорошего и до свидания.